ДИКОЕ ОХОТА Мы находимся в той самой таверне, из которой ушли некоторое время назад, чтобы покачаться, скажем так. Теперь-то я знаю, что я буду делать с этими бандитами. Но для начала давайте поговорим с корчмарем, да, а потом уже разберемся. Спасибо, Милдзарь, что не стали затевать свары с этими богатцами. Я не в свои дела не верю. А, то есть... Желаете, Милдзарь, остановиться в моей корчме? Нет. Мне надо только узнать, где Генрик. Он живет в селе Вересковке. Не знаю. Где это? За пригонком. Утру зарево там полыхало. Может им перцы напали. Хм. Что знаешь о Генрике? Генрике. Кто такой Генрик? Странный он мужик. Пришел неведомо откуда. Не понять зачем. Пригрел при себе вдову. У ней мужа за кусок хлеба забили. Стал с ней жить. Люди барона чужих не любят. Он им дороги не переходит. Всегда знает, когда они явятся и тут же пропадают. Спасибо, Карчмай. Блин. Я не знаю. У меня действительно такое дичайшее желание помутузить этих троих. А что нам стоит дом построить, да, ребята? Точнее, вот этот вот мечик. Дорогие милздари. Не совлаговолите ли вы немножечко приуны со мной? Нет, не сон. А, сон дракона, да. На тебе. Вот так вот тебе. Гнида, ты позорная. Бандюга. Малахольная. Ой, ой, я там одного немножечко даже разрубил на две части. Вот это я неаккуратненько. Смотри, как его разрубило, охренеть. Оу, 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 оу. Еще один. Ох, ни хрена себе. Сказал я себе. На. Там что, еще есть кто-то? Ах ты, говно такое. Иди ко мне. На. А вот и все. Говнори. Будете знать. Зато на одного говнососа меньше в этом мире. И то радует. Так, я кого-то не облутал. Кажись, тебя, да? Кажись. О, корчмар. А что с тобой? Что ты не рад? Ну да, ты просил меня с ними не связываться. Но, тем не менее. Привет вам. Почему барон называет кровавым? Да. Почему барона называют кровавым? С этим наверняка связана какая-то история. Когда он еще был солдатом, ему приказали занять красильню, в которой засели нильфы. Другой бы, может, взял их измором, но барон человек вспыльчивый. Тут же и ударил. Черные сдались, и барон их взял живьем. Но кто-то разбил чан с красной краской, и все вылилось в реку. Потом люди говорили, что река кровью окрасилась, потому как барон всех вырезал. С тех пор и прозвали его кровавым. Так, может, так и было? Ирония судьбы. Ну, недели раньше на малом острове барон и правда устроил резню. Только об этом мало кто говорит. Угу. Барон же не местный. Тимерец, но не отсюда. Говорят, он дезертировал вместе с войском. Однажды заявился сюда со своим отрядом. Должно быть, надоело им скитаться. Занял замок старого владителя и стал господином во Вроницах. Я думаю, как черные здесь обоснуются, то оставят Вронице ему. И станет он настоящим бароном. Да, тот еще типок, да? Я так понял. Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? Так, а что у тебя, может, продать что? У тебя ничего не хватает. О, у тебя карты есть. Причем недорогие, слушай. Нильгардские. Может, нильгардские карты пособирать. Ладно, давай я вот эти поскупаю у тебя. Мне пригодится. Да и еда пригодится всегда, да? Так, ладно. Этого достаточно. Уходим. До свидания. Спасибо за информацию. И извини за... Ни за что, видишь. У тебя уже тут чисто быстренько все так подобрали. Окей. Нам надо рассказать агента Кендрика. Так. Плотва. Плотва. Давай-ка. Кстати, у нас здесь, насколько я понимаю, тоже есть места интересные, да? О, смотрите-ка, места интересные. Давайте заскочим вот сюда. Мне безумно интересно. Давай, погнали. Плотва. На самом деле, то, что мы сейчас делали, бандитов убили в Корчме, это очень мне напоминает момент из книги. Но там суть происходила, на самом деле, с Цири. Она тоже участвовала в убиении товарищей, которых... Из-за которых... Опа. Это что? Все. Нет его больше. Еще одна. Ух ты, мать моя, женщина. Все. А еще будет желающий. Ну, там просто Корчмуарю потом было худо от этого, если честно. Вот как бы нашему Корчмуарю не было от этого худо. Не хотелось бы вредить. Да. Попади попробуй. Так, один раз попал. Или не попал. Ой, двое. А, это он по мне попадает. Так, короче. О, меня собака... Меня скинула она. Так, готовы. Соберем ингредиенты. Я смотрю, плотва убежала, да? Так, ладненько. По карте что у нас тут вообще? Сразу же, да? А, ну тут вообще можно и напрямую, но я пойду по дороге. Так, прячь мечик. Я пойду по дороге. Просто дико интересно, что ж там такого. Люди, пойди, да? Ой, седьмой уровень, ребят. Ой-ой-ой. Сейчас меня тут и покарают. Вот скотина ты такая. Так, а тут один остался, да? Ну, как бы я тут с ними сражался. Так, что у нас здесь? Халява, халявная. Это все, да? Это все, поди. Так, и тут еще вот халява. Так, где? Вот, 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 сундучок. Отвар из туманника. Это все, да? Больше тут ничего не найдем. Ну ладно, и на этом, как говорится, спасибо. Ладненько. А поблизости еще там вроде одно место было. Я вот не знаю, сейчас отправиться. О, смотри, какая-то лодочка. Слушай, не маленькая территория. Но, наверное, я все-таки сяду на платву. Я отправлюсь по дороге. По заданию, по крайней мере, пока по заданию отправлюсь. Платва. От собаки, думаю, никуда не исчезнуть. Когда-нибудь я сюда, может, буду проходить, да заберу. Какие виды, обалдеть. О, люди. Жесть. Ходят слухи, да? А у нас тем временем 6 часов вечера. Солнце кланяется. Опа. А что это вы тут удумали? Я не понял, бандиты. Вы что, охренели? Не подходи. А то будет одним трупом больше. Что тут творится? Как положено в деревне. Урожай собираем. С хлебным полем закончили, перешли на поле битвы. Трупы, кажется, свежие. Кое-кто из этих людей еще минуту назад был жив, я правильно понимаю? Ну, конечно, живы были, хотя и ранены. Знахарь их, может, и спас бы. Только знахаря тут нету. Одни мы. Ну да. Грабители и убийцы. И меня бесишь. Я не люблю, когда меня бесят. Чего такие глупые? Я ведьмак, мать вашу. Не по одному будут нападать или как? Что, не жахнуло? Так, подожди. Я хочу вот это взять. Ой-ой-ой, вообще жесть. На. Так, идите ко мне по одному. Вон, арбалет выберем. Так, давай с вот этим разберемся. А есть разница, куда стрелять? Типа в хэд, нет? Короче, нет особой разницы, да? О, нормально, один. Так, на Теакси надо. Все. Я не знаю, возможно, они были просто... Ну, написано было бандиты, да? Ну, то есть, возможно, это просто для нас, как бы, кажется, что они бандиты. Может, они никакие не бандиты ни разу не были. Знаете, просто прохожие мимо. И пытались помочь, но... В любом случае, язык их, враг их. Не надо так с ведьмаком общаться. Через леса густые скачет ведьмак. К своей цели. Троица какая-то. С которой пойди, надо быть... Странный воздух, как если в жаркий день спуститься в глубокий погреб. Это дымка. Так, я, кажется, знаю, в чем тут дело. Ребята. Дикая охота. Три собаки. Ох, мать его, ушел. Слушай, мощные. Пойди прочь! Не подходи! Прочь! Мужик, успокойся. Спокойно. Все уже кончилось. Да, кончилось. Только как прежде уже не будет. Никогда этого не забуду. А что случилось-то? Я ищу человека по имени Гендрик. Он живет в этом селе. Уже не живет. В плане? Схватили его в той хате. Если бы вы слышали эти вопли, господин мой. Если бы вы только слышали, как человек может кричать. Что тут случилось? Говори по порядку. Забрали их. Всех забрали. Солнце заходило, а отцвет алый был, как кровь. Я подумал еще, странно, даже лягушек не слыхать. КОНЕЮ Не знаю, что там делось. Страшные должно быть вещи. Гендрик кричал, потом молил, а под конец только стонал. Гендрик кричал. Гендрик кричал. Просто замечательно. Не говори. И что теперь делать? Мы недолго были, а село замерзло, как посреди зимы. Ты после них в хату заглядывал? Нет. И нога моя туда не ступит никогда. Прощай. Надеюсь, ты обретешь покой. Да, надеюсь, тебе со временем станет легче. Слушай, это беда. Информатора нет. Что теперь делать вообще? Единственная надежда, это, конечно же, попробовать счастье, удачи. Найти что-нибудь интересное в его доме. Так, следы. Дикой охоты, а это и есть тот самый Гендрик, да? Гендрик кричал. Проверю в башмаках. Засохшая кровь. Он спрятал в башмате ключик. Где-то должен быть замок от этого ключа. Ну, логично, да. Так. Ну, смотри, под половицей что-то есть по-любому. Сквозит. Похоже, под развалюхой есть еще помещение. Надо бы тут прибраться. А, блин, зря я это сделал. Ну, я хочу спуститься, что такое... Интересно. Тайная комната. И пустой ящик, да? А, нет, ух, 109-ка нормально. Халява. Почетная книга, плата за мешок зерна, счет за древесный уголь. Гендрик выдавал себя за торговца. Выдавал. Но дикую охоту не обманешь. Все. Заметки, спрятанные среди щитов. Ловко. Какие интересные заголовки. Разыскиваемые. Объект появился на Скеллиге. Также его видели в Новиграде. Внешний вид не изменился. Серые волосы. Шрам на лице. Контактов с людьми избегает. Хорошо. Пьяный кабан. Что это? Пьяный кабан. Так называемый барон приютил объект в замке. Точнее, в захваченной крепости. Причина неизвестна. Поговорить с бароном во Вроницах. Угу. Она сейчас у барона, походу, да? Ссора с ведьмой. Объект оказался на болотах, столкнулся с ведьмой. Конфликт. Причина неизвестна. Разыскать ведьму. Поговорить с мужиками. Село Подлесье. Надо быть осторожней. За мной наблюдают. Не знаю, кто это может быть. Пес убежал. В ведре замерзла вода. Странное зарево на небе. Мужики говорят, это плохой знак. Они как-то разузнали, что Гендрик ищет сырье. Это мы его и пытали. Думали, что знал. Единственная ниточка это барон и какая-то ведьма. Зараза. Да, отправляется в замок барона. Ну что ж, придется к барону или если что. Новый уровень. И мы подняли. У нас уже три очка. Интересно, они нам теперь дадут возможность, так сказать... Новые, смотри. Круто. Теперь мы можем, мало того, что прокачать на три пункта, аж слабые удары, да? Ну, я вот думаю, слабые удары прокачать или может что-то другое? Неинтересно, если честно. Каждый элемент легкой доспеха увеличивает шанс критического удара на 25%. Тоже как-то не особо, да? Интересно. Мне кажется, с боем все-таки надо. Отражение, стрел, препарирование. И получив урон, ведьмак теряет на 20% меньше адреналина. Прирост очков адреналина плюс 1%. А можно как-то защититься от урона вообще? Посильнее как-то нельзя, нет? Нужно очков 8. Уровень 5 нужен, да? Блин. Ну, ладно, давайте тогда просто вот такую атаку качать, если честно. Другого выхода у меня нету все равно. Будем воина качать. Вот так вот. Нелюгардский связной. Охота на ведьму. Ну что ж, я так понимаю, у нас два квеста. Это либо к барону отправиться непосредственно, да? Кровавый барон. Либо где-то есть ведьма. Сколько тут всяких мест. Господи боже мой. Тут лазить не излазит нам, ребята. Блин. Это же просто шедеврально. Ну, в любом случае, да, к барону. Идем к барону. Че? Плотва. А, и, наверное, в ту сторону все равно надо будет, потому что тут надо собрать собачек-то лучше собрать, где они тут валяются. Как все замерзло. Действительно, дикая охота не дремлет. Эть, блин, 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 блин. Сошел здесь случайно. Видимак прислушивается. Круто, слушайте, да? Сделано все-таки. Опа. Здравствуйте, ребята. Дезертирщики. Идите ко мне, ребятки. На. Красота. Обожаю. Коня. Это дело. Фонтанирует просто. Эх. Так. Да ема, я с другой стороны вообще-то бил. Ооо. Жесть. Ну, что вы там? Ооо. С вами боги. Да, 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 да. С вами боги. Эй, ты че телепортируешься? Так вообще несправедливо. Офигеть. Теперь помедленнее. А теперь можно и лут пособирать. Че? Хе-хе. Так, все собираем. Все пригодится. Ну, и награда. Это чертеж охотничьей штаны. И сами охотничьи штаны по себе, да? Так. А че охотничьи штаны-то дают? Посмотрим. Они похуже по броне, да? Похуже будут. Наш мечик 48, да? Так, тут я мне показал 50... А, это топор. Это топор. Топор нам не подходит. Топор нам не нужен. Ласточку надо будет пить иногда. Так. Насколько я понимаю, здесь есть еще тайная комната. А, она, наверное, и так открывалась, да? И так, наверное, и открывалась. Но, в любом случае, халява. Она и в Африке халява. Да, больше ничего нету. Так, тут я вроде все собрал. Ну что, платва, поскакали. К барону. Надеюсь, не Мюнхгаузену. Вон, засел барон. Смотри, какое у него... Жилище-то. Еще, чтобы попасть к нему. А, подожди. А, ну, можно и так, смотри, да. По мосту прям. Но пошла. Раскать барона. Прячьте детей. Запирайте... Что? Что? Че-то я ничего не понял. Эээ... Че за? Воу, че... Так. Воу. Не удержится. Оооо, фак. Так. Это вы мне хотите сказать сейчас, что... Те бандиты были бароновские? И я себе квест основной зарубил тем, что... Вот! И они меня не пропустят, да, я так понимаю? Твою мать! Стой! Кто идёт? Барон у себя? А тебе что? Дело есть. Открывай ворота. Нет уж. Мы слыхали, что ты устроил в корчмен распуть. Точно. Сюда хода нет. Охренеть. Здесь не пройти. Надо что-нибудь придумать. А смотрите деревень. Из местных жителей всё-таки отважатся мне помочь. Твою маковку. Сам себе жопинг сделал. Так, где-то здесь должен быть человек, который должен мне помочь. Просто обязан. Один только дряхлый старичок от меня не бежит. Так, старичок. Моё почтение. И тебе привет. Все бегут, как меня увидят. А ты нет. Староват я бегать. Ты что-то мне сделаешь. Убьёшь? Оля твоя мне и так недолго осталась. Шкуру спустишь? Так, спускать уже нечего. Ты давно тут живёшь? Ну, с рождения. Почитай, 70 весен будет. И, наверное, всё тут отлично знаешь? Да, не жалуюсь. Мне надо в замок. Можно туда в обход ворот попасть? Можно. Только немногие об этом знают. Ну, ты знаешь. Если бы ты, ну, к примеру, дал бы мне какую-нибудь денежку... Ооо! Может, ты... Дедуля какой, да? Ну, почему ты мне помогаешь? Да, вот интересно. Ты мне ради денег помогаешь? Или почему? Тебя ведь не впустили из-за того, что ты устроил в корчмя на распуте, так? Ну? А тамошний корчмар шуриной. Ого. Ясно. Ну, в любом случае, это твоему шурину на руку пошло, да? Ну, ладно, на, держи. Конечно, писанты не такие большие деньги. Я хочу спорить со стражниками. Несколько лет назад, когда во Вроницах ещё старый владитель правил, пропал под мастерье кузнеца. Всей деревней его искали. Ну, тщательно. Наконец нашли ребятёнка. В реке. Утонуло. Печально. И как мне это поможет? Через пару дней баба, что служил у владителя, нашла шапку парнишки, рядом с замковым колодцем. Парень упал в колодец? Так точно. А где нашли ребятёнка на северо-запад отсюда? Поставили часобинку. Выходит, и вход там неподалёку. Как туда дойти-то? Ступай по той дороге, что через деревню идёт, пока не дойдёшь до моста. За мостом поверни направо. И дальше иди прямо, пока не дойдёшь до развилки. Там опять сверни направо. И по тропке на холм. А сверху как раз часовинка-то и будет. Направо за мостом, потом ещё раз направо. Я найду, спасибо. А смотрите, место, где нашли тело мальчика. Слушайте, ну, неплохо. Это не так уж далеко, да, насколько я понимаю? Да, это прям здесь. Прям здесь. Я, кажется, даже видел это место, если не ошибаюсь. Ну, на самом деле, получается, да, такой обход квеста. То есть я мог бы напрямую пройти тем, что, не убив этих бароновских козлов, грубо говоря, да, мог бы напрямую пройти. А в итоге был бы говнюком, что не убил их. Но, но. Ага, это значит здесь у нас, да? Давайте вот сюда ещё заскочим тогда. Но, убив их, я мало того, что рад, доволен собой, да? Так ещё и... Ну, сделал хорошее дело, это понятно. Так ещё и новый квест интересный. То есть нам сейчас явно понадобится лезть в... Колодец, да? В котором наверняка есть удобство или ещё какая-то нечисть. Но это кач в любом случае, да? Так, давайте заскочим сначала вот сюда, шиньки. Наверняка какая-нибудь халявка. Что-то я не понял, что там такое. А, гули, понятно. Девятого уровня, слушай, не маленькие. В этот раз попались. А, хорош отскакивать, умри. Падаль. Так, есть ещё там один где-то. Падаль. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Мощные удары, конечно, хороши. Но, когда мы прокачаем нормально обычные удары, да? Будем, наверное, чаще юзать, скорее, обычные удары. Потому что мощные удары очень много требуют времени. А на удар часто времени не хватает. И надо по-быстрому, очень быстро действовать. Так, мы собрали яд. Сейчас быстренько уничтожим их логово. Соберём вкусно. Гнездо гулей, надо его уничтожить. Нет нужных бомб. А если я помедитирую? Интересно, можно медитировать здесь? Медитация. А, до полудня. Ага. Опасное место. Умри. Прошли мы все знаки, кстати. Да сдохнет, эта тварь. Где-то третий. В атаку. Только в атаку не отступать. Так, ладно, прячь меч, уже хватит. Надрались. Ну что, есть нужные бомбы, наконец-то? Гнездо гулей, надо его уничтожить. Сейчас взорвётся. Есть гуль, нет. Тишина. Тишина. Так. Халявка. Из грифона. Опа. Опа, интересно. Отвар из грифона. А я грифона как раз таки убивал. Где это алхимия? Отвар из... Грифона. На чём мне не хватает? Печень волка. И... Ага. И что это даёт отвар? Сто процентное на... О, надолго. Слушай, хорошо. Отвар из грифона очень-очень неплох. Но, правда, у нас всего одна... Один раз я смогу его сделать. Ну или на грифонов охотиться. Это как вариант, да? Так, ничего здесь нету возле часовники этой. Да, куча божеств. Вот смотрите, действительно, да? Вот стоит камень посреди дороги. И куча каждой свою веру пихает. Кто-то там о вере усопшей, не знаю, монахине. Тут вера, не знаю, монаха славящего солнца. Опять славящего солнца. Потом двух коней, я не знаю, двуглавого коня. То есть каждый свою религию, свою веру во что-то верил в этих глубинках. Каждый, лишь бы его защищало это древнее зло, вездесущее и неумолимо убивающее. Обычный люд. Человек гораздо был поверить во что-то абсолютно бесполезное, но тем не менее хотел, чтобы это его защитило, да? Вместо того, чтобы позволить действительно... В часовне. Значит, вход где-то рядом. Ну, где-то под землей, скорее всего. Или в воде. Ну, как вариант. А ну подожди. Ты мне предлагаешь что? Зажечь, да? Ну. Мне что-то кажется, что вход в воде. А, или он. Вот, похоже, придется искупаться. Ага, в воде, как я и говорил. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не туда. Вот сюда, вверх поднимайся. Так, в обход. Ну, довольно темно. Я бы кошку сделал, но мне недостаточно ингредиентов нужных. Так, конечно, жаль. На самом деле. Я ведь прав. Мне нету на кошку ингредиентов. Где она тут? А, нет, есть, смотри-ка. Я соврал, как всегда, собственно говоря. Ничего необычного. Женя врунишка. Так, кошка. Кошка, кошка. Вот она, кошка. Давай-ка так. На 207, 40 секунд. Нормально. Так. Вот, теперь мы... Поднимайся. Видим все в черно-белом цвете, но зато видим. На 4 минуты. Оу. Ну. Ничего есть, и у него упадет? А вот. Хорошо. Наверное, сюда нужно. Нет, тут просто сундук. Тут просто сундук. Только не говорите, что мне опять нырять придется. Нет, еще один сундук, смотри. Отвар из василиска. Угу. Что-то я туда... А, наверх. Господи, боже мой. Решил искупаться. Ну, понравилась мне водичка, ребят. Ну, что ж поделаешь. А вот и лесенка. Уже близко. Так, наверняка меня там ждет теплый приемчик, так что я, наверное, сохранюсь для всякого пожарного. А вот и выход из колодца. А вот и кошка уже скоро, через две минуты пройдет. Ох, как ярко-то все с кошкой, е-мое. Вот в зиме были балы. А, танцевал я там пару раз с моей Анною. Ось! Как мы там кружились? Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Раз, два, три, раз, два, три. Хватит! Поставки должны быть раз в неделю. Мне все равно, как ты это сделаешь. Вы не останьтесь на чай. У тебя и без того гостей хватит. Опа! Хе-хе! Не ожидал, не ожидал. Смотрите, Бородинь выросла у нас уже. Привет, защитник у угнетенных. Быстро новости расходятся. Ха-то! Я как узнал, что ты перерезал моих людей, хотел тебя повесить. Или, по крайней мере, высечь. А потом подумал, вот же крепкий молодец, раз с ними со всеми справился. Такой может мне пригодиться. Я не наемник, действительно. Я не наемник. Я знаю, кто ты. Но если уж пришел сюда после такой резни, значит, есть причина. Есть. Говорят, ты цири укрыл. Вот так добро пожаловать. Только повежливее, будь так добр. Помни, я еще не решил, что с тобой делать. Поговорим, там и будут умы. Нерешительный-то наш. Располагайся. Где-то у меня была еще водка. О, нашел. Выпьешь? Ну, давай. Хотя нет, спасибо. Спасибо, я не за это. Доверять ему не особо. Ну, как хочешь. А я вот не люблю сидеть сухим горлом. На войне тут была винокурня. Лучшая в Велине. Сожгли ее до основания, сукины дети. Да, да, да. Ну, к делу. Я Филипп Стэнгер. Мужичье меня зовет Кровавым Бароном. Геральт из Ривии. Мужичье меня зовет Мясником Изблавитин. Я уже сказал, я знаю, кто ты. Признаться, мы только потому и разговариваем. Как тебе, Велен? Стверное место. Придем. Ладно, скверное место. Мне не нравится. Повсюду топи, трясины, болотистые леса. Именно так. Угу. Рассадник нечисти. Если кто пропадет, так тяжело потом искать. Хм. Это намек? К чему ты клонишь? Многие потеряли здесь близких. Кто жен, кто дочерей. Зачем ты мне это говоришь? Это угроза? Ах, все ж ты не такой сметливый, как я думал. Нет, это не угроза. Вижу, придется говорить прямо. Я знаю, кого ты ищешь. Она попала ко мне не так давно. Была без сил, ранена, а смердела, как шелудивая псина. Позже мне сказали, что она пришла со стороны болот. Сказала, что по пути к деревне на нее напали чудища. У-у-у. Цирилла. И нам дают поиграть за Цири. А-а-а. А также заклинание знаки. Ну да, у нее нет знаков. Этого еще не хватало. Надо уходить. Воу, это что? What the fuck? Фига себе. Это что такое было? А шрам-то у нее зажил, в отличие от Геральта. Привет, малявка. Ты потерялась? Так, немножко. Ты тоже? Так, немножко. Ага. Только совсем немножко. Значит, ты знаешь, куда идти? Еще нет. Но если мы пойдем вместе, то обязательно что-нибудь придумаем. Что с тобой случилось? А? Ты про это? Пустяк. Откуда ты тут взялась? С тядькой пришла. Он мне велел идти по сладкой тропинке, чтобы наесться. И сказал, что подождет. Но я и шла. А там летел мотылек. Я побежала за ним, ну и потерялась. Когда вы с папой вышли из дома? Утром. А солнце тебе светило в лицо или в спину? В спину. Значит, надо идти на восток. Тогда пойдем. Я тебя отведу. И объясню твоим родителям, что нехорошо терять детей в лесу. Мы не сможем. Тут волчий король и его стая. У волков нет королей. У этих есть. Ты сама видела? Да. То есть нет. То есть из-за деревьев. Он был вот такой огроменный. И глаза у него во! И зубы большущие. И весь он был ужасно-ужасно страшенный. Видишь, что у меня на спине? Этого и волки боятся. Палочка-выручалочка. Пойди-ка сюда, я тебя подсажу. Будешь приманкой. Цирилла, блин. Идите с дед Греткой. Гретка! Гретка! Как Гретка, да? Быстро! Спрячься! Да блин, их много! Подпишись! Продолжайся! Ну, у него, смотри, как хп восстанавливается. Вообще жесть. Можно выходить. Ну, ты храбрая. Даже мой дядька так не умеет. Даже. А мой умеет гораздо больше. Ха-ха-ха-ха. Пойдем. Эх, Геральт. О, здорово их подрали. Наверное, это твари здоровенные когти. Слушай, жесть. Если мне эти собачки-то... Блин, под нее надо свой... Глянь-ка, что там лежит. Что или кто? Дядька твой пойди, да? Подожди тут. Не подходи. Но. Никаких но. Останься здесь, я кое-что гляну. Походу, дядьку разорвали. Жалко. Белки красные, все еще влажные. Умер недавно. Рот раскрыт. Губы перекошены. Но язык прокушен. Перед смертью ему, наверное, было очень больно. Раздавленная грудь. Ребра пробили легкое. Что-то его подбросило и ударило об дерево. Какая анимация от лица, блин, охренеть просто. Я не могу. Очень нравится. Нога оторвана. Или скорее кто-то ее отгрыз. И причем его не съели, а так, знаете. Жуть какая. Стой там. И не подглядывай. Такая. Костный мозг высосан. Костный мозг. Интересно. Посмотрим. Печени нет. Сожрали. Зачем ты копаешься у него в животе? Посмотри лучше. У тебя шнурки завязаны? У меня нету шнурков такая сейчас. Похоже, малявка не выдумала этого волчьего короля. Это волковак. Что с ним случилось? Упал он. Случайно. Упал. Да, конечно. Это волчий король его подрал. Упал случайно. Если в это пор дети стали такими умными. А что мы будем делать? Если он и на нас нападет. Сражаться будем, девочка. Сражаться. У меня нет серебра. Но я могу приготовить масло. Масло? Подсолнечное? Да, сливочное. Нет. Особое. Из собачьего сала. Борца. Собачьи петрушки. И волчьи печени. От него волчьему королю будет очень-очень больно. Какая ты умная. Откуда ты знаешь такие штуки? Тебя тятенька научил? Нет, не тятенька. Дяденька. Дядюшка Весемир. А, ты про Весемира говоришь? Так, надо будет собирать еще. А у него нет, да, умения? Так. Прыгать. Левый шифр ускорится. Ускориться. Так. Но надо будет собирать траву, да. Что еще я могу сказать? Обязательно. Так, вон волки воют уже. Волки. Слышишь? Прячься! Быстро! Да. Да. Она быстрая. Она дико быстрая. Просто нереально быстро. Под нее надо реально свой стиль драки. Потому что она очень... Очень-очень быстро. Ее надо аккуратно управлять. Так, и надо собрать петрушку волчью. Есть. Король волков. Отлично, все есть. Осталось найти место, где можно развести огонь и спокойно приготовить масло. Дяденька, типа нам поможет, да? Знает, где распалить костер? Или без разницы. Ты что делаешь? Масло для меча. Посмотрим, как действуют рецепты дядюшки Висимера. Так, тут одна. То есть я уже нанес этот рецепт или как? Я ничего не понял. У нас ничего нету. Тупо камера. И при чем... А это недалеко я появился, да? Как раз таки. Ха, интересно. Но он уже на мече, я так понимаю, да? Правильно понимаю ведь? Так, э, Гретка. Ты что там убежала так далеко? Ну блин, а Гретка тебе ничего не говорит, да? И часто родители детей на сладкую тропинку посылают. Брюхов все разодано. Когти очень мощные, волки бы так не смогли. Через пещеру идти не очень самое правильное решение изначально. Боишься? А ты? Нет. Ну и я нет. Ха-ха-ха. Оу. Оборотин. Может не надо? Молчи король. Теперь ты мне веришь? Верю. Прячься. Одного мы были... Че ты там стоишь махаешь? Ну, он тебя поцарапал? Ну, ты даешь. В жизни такого не видал. Малявка, влезай. Тебе повезло. Вовремя мы подошли. В лесу мы видели одного, менее везучего. Это Ярон. Мы возвращались из-под леса. И это чудище на нас напало. Я-то сбег. А Ярон... Эй, тише. Тут же малявка. У тебя бинты дома есть? И что-нибудь от заражения? Он меня поцарапал. Меня-то нет. А вот хозяин мой. Человек серьезный. Он-то точно поможет. Может, даже награду какую даст? За убой волкалака-то. Ну, ладно. Веди к своему хозяину. Обалдеть. Круто-то как. И кого вы мне притащили, а? Это не моя дочь. А вторая? Не та, не другая. Дочь-то я узнаю? Та, что постарше. Может, и не ваша. Но ошибка похожа. Так как? Будет награда. Я тебе, сука, покажу награду. А ну, упертый вы отсюда, пока я пса не спустил. Упертый вы. Ну, вкусный гуляш? Очень. Спасибо большое. Я не ела уже. Да я вижу. Рад, что нравится. Как подкрепишься, ванна для тебя готова. А потом и поспать не дурно, а? Гретка за печкой. А тебе я велю приготовить гостевую комнату напротив кухни. Спасибо. Я... Тихо, тихо. Ты ешь спокойно. Мы еще поболтаем, когда отдохнешь. Я приказал своим людям о ней позаботиться и оставил ее отдыхать. А потом? Ну, это уж совсем другая история. А мне кажется, что история все та же. Рассказывай. И так быстро, ведьмак. А в чем дело? Помни, что у тебя передо мной должок. И зарезал нескольких моих людей. Мы же хотим заговориться. И чего тебе надо от ведьмака? Я так понимаю, ты хочешь поторговаться за эти сведения? Соображаешь. Я сочувствую твоей утрате. Но так случилось, что мои жена и дочь тоже пропали. Предлагаю уговор. Найди моих близких, а я расскажу тебе все, что знаю о девушке, которую ты ищешь. По рукам. Что у меня остается еще? Я найду твою семью, но потом ты расскажешь мне все, что знаешь. Вот тебе мое слово. Когда ты последний раз их видел? Они пропали в последнее новолуне, а сквозь землю провалились. Что значит пропали? Ну, пропали. Я утром просыпаюсь, а их нет. Этого все еще мало. Можно осмотреть их комнаты? Зачем? Может, я найду там какие-то следы. Я чужим не позволю рыться в их вещах. Ты хочешь, чтобы я их нашел или нет? Хочу. Тогда не мешай работать. Ну, будь по-твоему, но я с тобой пойду. Что равно дверь открывать. Ну да. Согласен. Да, вот так вот повернулась, ребята, ситуация. Мы почти что нашли Цири, но, как всегда, от Ведьмака что-то требует, что-то всем нужно. На этом мы, наверное, сегодняшнюю серию закончим. Огромнейшее всем спасибо, что вы посмотрели этот видеоролик. Подписывайтесь на канал, если вы вдруг впервые на нем. Пишите свои комментарии. Ставьте, конечно же, лайки. А всем удачи. До скорого. И не унывайте.